Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Телец. Общий астрологический прогноз на апрель 2022 года. Пожалуйста, учитывайте, что этот прогноз, во-первых, общий, во-вторых, для личностей. Поэтому вам нужно учесть геополитическую ситуацию и иную обстановку в вашем конкретном регионе мира, в вашей стране, прослушивая данный прогноз. Ваши дни рождения в месяце апреля, с 20 апреля. Но еще важнее то, что в этом месяце, 30 числа, солнечное затмение в вашем знаке Зодиака. Это самое важное. 30 апреля, день определяющий, можно сказать, целый год, ну как минимум следующие три месяца. На самом деле это солнечное затмение настолько мощное лично для вашего знака Зодиака, что вы могли его чувствовать еще за три месяца до. Этот прогноз особенно актуален для всех тельцов по асценденту. И если вы знаете, что у вас конкретно в 10 градусе знака Зодиака, телец, асцендент, также если у вас там солнце, это значит, что вы родились 1 мая, для вас тоже это будет очень важный месяц, день конкретно тоже может быть. Для всех непосредственно тельцов, для всех тельцов первой декады проиграется мощнейшим образом. То есть всех, кто рождены, 1 мая плюс-минус еще несколько дней, 30 апреля, 1 мая, 2 мая, да и вообще все тельцы, повторюсь, не будем ограничиваться, почувствуйте. Если вы знаете свою натальную карту и знаете, что у вас в 10 градусе тельца Луна или какая-то другая планета, тоже прочувствуйте. Но чтобы сейчас не распространяться сильно много, для всех общий прогноз. Тельцы — это месяц ваш. И апрель, и май, на самом деле, ваш месяц, вашей личности. По первому дому, по солнечному затмению в первом доме вам дается мощнейшая энергия солнца, для того, чтобы вы преобразили всю свою личность, а через преображение своей собственной личности и всю вашу жизнь. Первый дом, он содержит в себе заряд, он как ядро, как самая семечка вашего потенциала. И в этой семечке есть все. Это как из семечки может произрасти яблоня, и вот так и вы. Вы можете, начав себя, своего внутреннего ядра, со своей ценности, самоцельности и своего я, своей самости, произрастить в себе что хотите. То ли новые отношения, то ли новую работу, творческую самореализацию, переделать, перестроить свое тело, посадить дерево, вырастить дом, родить сына. Это все здесь. То есть здесь все. Все. Это заряд. Это только начало. Когда вы посадили это семечко, но вы уже знаете, что из него вырастет. 30 апреля. Начинаю с конца месяца. На самом деле, потому что это самый важный, это эпицентр. С 1 по 30 нарастает данная энергия. Хотя, обратите внимание, что 1 числа тоже у нас новолуние. Солнечное затмение — это тоже новолуние, только очень мощное. Однако, солнечное затмение, которое в вашем знаке с Диак, оно будет намного мощнее, чем новолуние 1 апреля. Но вы учтите, что все-таки 1 апреля новолуние, и новолуние в вашем 12 доме — это дом скрытого, тайного подготовки. Это пренатальный дом, дом рода, родни, родителей, которые прародителей, точнее, не родителей, прародителей, извините, я ошиблась, не родителей, прародителей. То есть всех, кто уже под землёй, в подземном мире, и этот день, 1 апреля, и первая декада апреля — это период, когда вы должны разобраться в своей родословной. Должны понять, кто ваши родители, кто ваша родня, кто ваши предки, развязать какие-то кармические узлы, разъяснить ситуацию в семье как минимум. Я бы даже сказала, что вы обязаны, потому что от этого зависит ваше будущее. Будущее, которое вы прочувствуете, захотите визуализировать уже в районе 5 апреля, когда Венера перейдёт в знак Зодиака Рыбы, это 11 дом, дом осуществления мечты. Вы поймёте, что не можете вы взлететь в своё будущее на ракете, пока вас держат корни, причём держат, к сожалению, в негативном ключе. То есть вам нужно понять, во-первых, ваши корни, осознать, что там есть какие-то тёмные привязки, возможно, развязаться, отвязаться, как воздушный шарик, полететь в будущее. Вам поможет именно отвязка. Может быть, какая-то у вас была и иная привязка, не по роду. По 12 дому вы можете обнаружить, что были привязаны к магии, к чему-то либо к кому-то. Может быть, вы развяжете как раз такие вот любовные какие-то привороты, разрулятся, какие-то, и с другой стороны, это может быть и негативное воздействие. То есть не факт, что вы обнаружите любовную магию, может быть, наоборот, вас рассорили, например, с возлюбленной, вы ненавидели её, и вдруг поймёте, что на самом деле вы её любите. История такая, что, может быть, любовь сменится на ненависть, либо ненависть на любовь. Почему? Да потому что вы поймёте, что это всё завораживалось или обвораживалось. Может быть, вас вводили в какую-то оману, обман. Например, говорили, что нет, это не любовь твоя, это на самом деле твой враг. Вот такая история может произойти. И вот в районе 5 апреля вы наконец-то поймёте, что да нет, это любовь, а мне говорили, что это мой враг. Вот такая история, может быть, для вас прям крышесносная, не побоюсь этого слова. Потому что Венера в 11 доме показывает, кто ангел в вашей жизни, а кто демон в вашей жизни. Явно вы обнаружите это. Купидон в знаке зодиака Козерог будет с 6 апреля ретроградным, поэтому какие-то процессы возврата любви, особенно если вы влюблены сейчас в человека иностранного или иного, не обязательно из-за границы. Может быть, это человек, живущий у вас на родине, но у него гражданство другой страны. Может быть, у него вера другая или различная, отличаетесь вы как-то по возрасту, по статусу, по уму. Он обладает каким-то другим знанием, которое для вас кажется непонятным, это знание, философии иной. Вот могут поменяться вновь отношения по ретро-Купидону, это возврат любви. Поэтому вернется, может быть, любовь к вам в районе 5 апреля по Венере или 6 апреля по Купидону в Козероге. То есть здесь плюс-минус вот эти дни 5-6 апреля могут быть решающими. То есть буквально первые 4 дня апреля откроют вам глаза на то, кто враг, кто друг. И сразу учитывайте, что может быть прям кардинально друг окажется врагом, враг окажется другом. И тут любовные дела 5-6 решаются. Затем следующий важный транзит Меркурий переходит в ваш знак Зодиака, в ваш знак Зодиака уже с 11 апреля. То есть если первая декада про то, что вы обнаруживаете, кто друг, кто враг, то вторая декада уже про то, что вы с внутренними врагами разбираетесь и разбираетесь с собой, что у вас внутри. Кто победил, ангел либо демон, какого волка вы больше кормите, белого либо темного, который живет в вас. Я думаю, что Меркурий, он вас, конечно же, делает моложе, красивее, веселее, подвижнее, ярче, здоровее, спортивнее, продуктивнее. Поэтому в любом случае вы найдете баланс. Даже если вы не выберете какую-то сторону, балансировать по Меркурию вы будете между тьмой и светом. Марс, так же как и Венера, будет в вашем 11 доме осуществления мечты, но с 15 апреля. Если Венера в 5 апреля в вашем доме осуществления мечты будущего, юности, полетности в ангельском доме, то Марс в доме ангелов уже с 15 апреля. И 15-16 вновь любовные дни. То есть как 5-6, так и 15-16 очень любовные для вас дни. Здесь опять та же самая история, может проиграться, что вы вдруг возвращаете любовь, именно вдруг, скажу это так, или обнаруживаете вдруг. Это такие процессы, которые будут заставлять вас обнаруживать вдруг, кто друг, а кто не друг. Ну вот об этом апрель по-другому просто не скажет, коротко и ясно. Лилит в третьем доме говорит о том, что возможно вы обнаружите, что среди ваших друзей был враг, и этот враг может быть мужчина. То есть если 5-6 апреля вы обнаруживаете женщина, как к вам относится, на самом деле она ангел, либо демон для вас, то 15-16 апреля вы обнаруживаете, как к вам относится мужчина, значимый в вашей жизни, либо ангел, либо демон, он для вас. Та же самая история. Но 5-6, конечно, больше про любовные взаимоотношения, 15-16 больше про дружеские взаимоотношения, а также про коллег на работе. То есть я бы так сказала, 5-6 это вот про любовь, про такие какие-то отношения больше романтические, лирические. То 15-16 это трудовые взаимоотношения. Может быть кто-то увольняется, кто-то поступает на работу, может быть у вас там какие-то перестановки в коллективе. Опять можете обнаружить, что какой-то друг, который притворялся, да, ваш коллега другом наушничал, доклады писал на вас. Вот это может быть обнаружено в районе 16 апреля. И за другой стороны, наоборот, тот человек, который с вами как бы конкурировал, вроде бы воевал, вроде бы вам палки в колеса вставлял, на самом деле поспособствовал вашему продвижению по работе, по службе. Если у вас нет работы, вы можете ее найти к 16 апреля. Если вы хотите оставить работу, то скорее всего сделаете это, наоборот, к 16 апреля. Полнолуние — это всегда двоякая ситуация. Но это разрешение ситуации. Любой, даже трояк и иной другой очень запутанный, любой клубок, в том числе кармические клубки, развязываются к 16 апреля. Может быть вы были в любовном треугольнике, полилит, в третьем доме. Вот развяжете. Почему развяжете? Потому что обнаружите, кто ангел, кто демон. Повторюсь, Венера в 11 доме — это девушка с крыльями. Марс в 11 доме — это мужчина с крыльями. И плюс еще Купидон у нас, да, ребеночек с крыльями. Здесь все решается. Вы обнаруживаете и среди женщин, и среди детей, и среди мужчин, кто вам друг, кто вам враг, вот эти крылья. Эта тема вообще крылатая очень в апреле. 11 дом — это, конечно, дом астрологии. То есть 11 дом — это дом осуществления мечты, будущего, астрологии и ангелов. Поэтому если вы хотите, чтобы с небес вам пришла важная информация, обращайтесь, конечно, к астрологам. Если хотите обратиться лично ко мне за вашим личным любым прогнозом и вообще ответом на любой ваш вопрос по жизни, посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Здесь мой номер телефона — Viber, WhatsApp, Telegram. Также две почты, на которые вы можете заказывать, писать. Общаться будем и будем разбираться. С любой вашей ситуацией я составляю любые прогнозы, в том числе и гороскопы и совместимости, и гороскопы ребенка, но согласия третьих лиц. То есть ничего я тайно не провожу, только согласие. Если ваш ребенок не согласен, чтобы ему делали прогноз, я не буду его составлять. Пожалуйста, это учитывайте. Следующее событие — Солнышко в вашем знаке Сдиака 20 числа. Вот 20 числа меняется все, переходит Солнце в ваш знак, и вот точно все просветляется. И вы просветляетесь. То есть если по Меркурию в Тельце 11 вы еще, может, будете балансировать между тьмой и светом, то с 20 апреля явно выберете уже свет. Вы как бы идете от света к тьме. Первая декада разбираетесь во тьме, копошитесь во тьме, ходите, может быть, в потемках еще. Вторая декада про свет и тьму, вот на переходе, да, одной ногой тут, другой ногой уже там. А с 20 апреля это уже чисто ваше просветление, просветление вашей личности, ваши дни рождения, с которыми я вас, конечно же, поздравляю. Про солнечное изменение я вам уже говорила. Еще добавлю, что будет в 3 декаде до апреля, это деньги, приход денег. Меркурий, знак из Диака, близнецы с 30 апреля, значит, больше у вас денежных поступлений. Думаю, что вам будут дарить на дни рождения деньги в основном, а не вещи какие-то, может, повышение зарплаты. Если вы найдете зарплату к 16 апреля, здесь может быть у вас аванс, впервые что-то уже выплатят. Если же вы, наоборот, оставили работу и, например, встали в центре занятости, пособия по безработице, какие-то иные пособия, могут быть вам выплачены алименты. То есть то, что вы заработали. Деньги, которые вы заработали, начнут приходить с конца месяца, с 30 апреля. Вы их заработали ранее. Очень-очень важное событие, еще одно 29 апреля, это разворот Плутона. Плутон — очень мощная, важная планета. Чтобы его трактовать, вы должны учитывать ситуацию в геополитическую ситуацию. Так как Плутон в вашем девятом доме, скорее всего, для тех телецов, которые меня слушают, будет проходить момент взаимодействия вашей страны с другой страной, каким образом, очень разным. Тут и деньги, тут и магия, тут и, конечно же, военные действия идут по Плутону. Также, возможно, какие-то катастрофы. И это все связано с иностранным государством. Вот так. Думаю, что здесь больше распространяться не буду. То есть вопросы внешней политики будут очень остро стоять в районе 29 апреля и решаться. Потому что Плутон будет становиться ретроградным, а, возможно, переход от горячих военных действий к холодной войне. Либо здесь окончательное решение вопросов, связанных с иностранным государством. Если это лично ваши вопросы, если вы делаете, переделываете загранпаспорта, визы и так далее, тоже ориентируйтесь на это. До 29 апреля все еще в прямом ходу. И вы еще видите это, слышите это, ощущаете это, это происходит, то, что связано, то, что волнует вас за границей. А после все утихает, либо замораживается, либо совершенно отступает, уходит. Но не обольщайтесь, к сожалению, даже вам сказать, что если вы увидите, что сходит война, то это может быть волна ее, а не окончание, к сожалению. Потому что сейчас, скажу вам сразу, уважаемые тельцы, сейчас миром правит магия. Небо сейчас закрыто темными тучами. Вот представьте себе эту картину, то есть как будто бы земля закрыта темными тучами. Небо ясное, светлое, но вы не можете видеть этот свет. Однако нет, как раз таки вы можете видеть этот свет, как сиять, сиять самостоятельно, потому что солнце вашего, на кисдяка, даже если не видно солнца небесного, вы будьте солнцем. Я поздравляю вас с вашими днями рождения. Учитывайте то, что в районе 29-30 апреля лучше побыть дома и лучше побыть в себе. Проявляйте свою страсть, напористость в труде, в реализации своих личных целей. Возможно, вас будет ожидать какое-то яркое событие позитивного характера где-то за границей. Но оно, повторюсь еще раз, может быть так или иначе сопряжено с некой опасностью. Однако не значит, что это будет 100% только черное. Ничего не бывает черного, а скорее даже наоборот. В конце апреля вы можете обнаружить, что не было бы счастья, да несчастье, может быть, даже очень большое, помогло. Может быть, не было бы вашего личного счастья, если бы какое-то глобальное, катастрофическое, военное или иное извержение в обществе не произошло. Будьте счастливы, всего доброго.